Моя вообще любимая история, она связана с одной очень крупной американской коллекцией. В Нью-Йорке жил один венгерский еврей, он был очень странным, у него был особняк на пятом овене, и он коллекционировал все подряд, ну все, что плохо лежит. Причем у него настолько был дом забит, что он даже в ванной вынул из своей в доме, и там тоже лежали в произведении искусства, поэтому рядом с ним стоять никто не мог. И первая история с ним была связана, это когда к нам пришел некий граф и сказал, что у него есть великолепная коллекция картин, в том числе там метровый Кончаловский, трехметровый Константин Маковский, ну и остался у него коллега, гоните графа в шею, потому что понятно, что ну какой трехметровый Константин Маковский, наверняка он там вчера в Италии и нарисовал. На что, я помню, мой коллега мне возразил, возразил мне Катерину, но он отец в костюм ручного пошива. Я говорю, тем не менее, ну то есть да, богатый человек мне из магазина купил костюма, сшил, то есть настоящий граф. Я говорю, ну костюм не костюм, гоните графа в шею, но все-таки посмотрю. И вот я вставила дискетку, первое, что у меня появилось на мониторе, это трехметровый Константин Маковский, убийство Лжедмитрия. Ну я закричала, идите догоняйте графа, все мой сын бросились догонять и вот эта вот выдающаяся коллекция у нас попала к нам в аукцион, причем эту работу купил киевский коллекционер, она сейчас находится в Киеве, я хотел русский, но жена сказала, что я так долго тебя ждала каждую ночь в девяностые годы у окна, что вешать у себя дома убитого человека с расколотой башкой на ступенях я не буду. Коллекционер, русский не коллекционирует картины с кровью, убийством, битой птицей, кладбищами, крестами. Русские люди не покупают ничего, где есть смерть или насилие, в отличие, скажем, от немцев, от англичан. И это были очень крупные продажи, выдающаяся коллекция. Эта работа он купил у самих Маковских, венгерских эмигрантов. А потом не менее смешная история произошла после его смерти, когда он не верил в страховку и все прятал. И когда наследники стали разбирать его архивы, у него в спальне лежало столько старых газет, которые они хотели выбросить. И вдруг, когда они стали, значит, вырашить эти газеты, оттуда выпал маленький вензель. Они мне прислали, я говорю, это Сомов. И вы потрясите еще газеты. И, оказывается, в газетах была полная коллекция иллюстраций Константина Сомова «Большой маркизи». Это вот книга, которая была уничтожена, потому что она была слишком привольна. Там было более 120 рисунков Сомовой, и это был единственный известный полный комплект Сомовских рисунков. И я помню, мне тогда все советовали разбить по рисункам, потому что в итоге денег бы было гораздо-гораздо больше. Но, естественно, ни у одного человека нормального рука бы не поднялась разбить целую практически целую книгу. А грянул кризис тогда, я помню, в 2008 году. И коллекция просто продалась очень дешево. Ну, очень хорошие руки она попала, человеку, который живет Сомовым коллекционером в России. Вот. Но, видите, книга сохранилась, никто ее не выбросил. Попала она как бы на швейцарский склад. Вот. Но, тем не менее, вот такие истории бывают. Насколько связана действительно ценность произведения искусства и то, за сколько оно уходит на аукционе? На сегодняшний день, если мы говорим о топовых именах в искусстве, это уже не просто произведения искусства, это уже бренды. То есть цена складывается как бы не на основе даже заслуг художников перед культурой, а на основе его вписанности, скажем, в инвестиционный климат. Существует статистика цен, да, и существуют как бы уже рейтинги тех или иных художников. То есть тут вопрос как бы уже традиции, привычки, то есть вопрос восприятия рынком ценности того или иного художника. Может ли это поменяться? Может. Если, на наш взгляд, недооцененные художники есть, но если мы подходим к коллекционированию как не просто инвестиционному процессу, тогда уже на первый план выступают какие-то другие критерии. Скажем, можно оценивать, насколько художник коммерческий, можно оценивать, насколько художник ликвидный, а можно собирать какого-то конкретного художника, потому что он тебе нравится и вызывает какие-то очень позитивные эмоции. То есть если вы говорите о ценности той или иной картины с точки зрения ее инвестиционной привлекательности, это одно. А если вы говорите о как бы какой-то искусствоведческой, что ли, оценке, то это немножко другое. И тут часто очень это не совпадает. С точки зрения мирового рынка русские художники недооценены практически все, потому что они являются частью русской культуры, а не мировой. Те художники, которые уже не воспринимаются как русские, а воспринимаются как художники мира, они по определению стоят на ноль, на два, на три больше. Например, Малевич, Кандинский, Шагал. Если они уже воспринимаются не как русские художники, а как художники интернациональные, тогда они стоят совсем по-другому. То есть с этой точки зрения очень мало русских художников известны на Западе по очень разным причинам. Есть, например, такие художники, как Филонов. Их работ на рынке нет, поэтому на них и цены нету, то есть весь Филонов находится в музеях. Значит, если сегодня Филонов появился на художественном рынке, наверное, на русском рынке он бы стоил 10 миллионов плюс. Но если бы работы Филонов продавались, то есть их было бы не один, не два, скажем, грубо говоря, 20, тогда Филонов должен был стоить, например, как Клинт в этой же ценовой категории. То есть это было бы уже сто миллионов. Понимаете, это все очень относительные понятия. Или, например, Михаил Ларионов. А сегодня по меркам русского рынка он дорогой. Он там сможет стоить миллион, два, три, четыре, пять. Но, например, по сравнению с Гончаровой, со своей женой, я считаю, он недооценен в разы. Потому что Наталья Гончарова – женщина, а женщин русского авангарда взяли как бы в мировой контекст. Поэтому Гончарова стоит в 10 раз дороже ее мужа. Хотя объективно, на мой взгляд, с искусствоведческой точки зрения, Ларионов был гораздо более значимым и талантливым. Он был абсолютно гениальным художником. Но его и Гончарову продают в рамках импрессионистических торгов. А Ларионов не знают вообще. Поэтому там, может быть, десятки причин. Умер рано, не там умер, не в той компании или, наоборот, в той компании. Или там была выставка на Западе, не была выставка назад. У Дейнеки была выставка на Западе, он стоит миллионы. У Мыльникова не была выставка на Западе. Никто не знает, что это мастер ничуть не хуже. Ну, я утрирую. Поэтому корректировки ценовые, они, безусловно, возможны. Но, в целом, это происходит очень редко. А в чем конкурентное преимущество вашего дома и двух других лидеров рынка? Есть различные показатели успеха аукциона. Первый показатель, здесь как бы мы все солидарны. Это как бы объем продаж, да? Но есть, например, показатель процент продаж. Вот, скажем, для успешного аукциона по русскому искусству процент продаж не должен принижать 60%. Но если это тот критерий, по которому оценивают тебя как сотрудника и платят тебе премию, да? Ты заинтересован в том, чтобы ставить художников, в которых ты уверен, да? А если ты не знаешь, будет он продаться, не будет продаваться, или у тебя недостаточной информации по ценам на сегодняшний день. Если тебя оценивают по процентам продаж, ты лучше его не возьмешь, да? Чтобы держать процент продаж как можно выше. У нас нет этого критерия. Для нас, во-первых, важен конечный результат, да? То есть, сколько мы заработаем денег. Во-вторых, нам важно понимать рынок. А не экспериментируя, не рискуя, рынок понять невозможно. Ну и потом, поскольку все-таки Оксандо МакДугл – это авторский проект, существует какая-то еще авторская гордость открыть какого-то художника, сделать стейтмент, что вот этот художник, на наш взгляд, перспективный и так далее. То есть, это некая такая исследовательская деятельность. Поэтому в разные моменты рынка одно время мы были абсолютными лидерами по продажам искусств нонконформистов, шестидесятников, когда этого в России еще не было, это только пришло. Потом мы первые придумали торги графики, потому что считалось, что русские люди не покупают работу на бумаге. А вот мы сделали специализированный аукцион, и это был фантастический успех. Мы экспериментировали с специализированными аукционами икон, причем не окладных, а так называемых досок, когда нам оказалось на этот спрос. Сейчас мы являемся лидерами по продажам советского искусства. То есть, на наш взгляд, пришло время, когда, наконец, искусство советского периода постребовано впервые за несколько десятилетий. И, на наш взгляд, это очень интересно, потому что раньше даже у наших конкурентов было правило, что они не могли взять работу художника, который не проходил на аукционах перед этим. То есть, художники без статистики, без ценовой истории, они не брали. А сейчас это поменялось, потому что они поняли, что они отдают нам рынок по каким-то именам, и что такого они себе позволить не могут, потому что, я считаю, мы все работаем очень профессионально, и каждую свою область, у каждого к сону дома свои сильные стороны, свои любимцы и так далее и тому подобное. Можете назвать несколько фамилий, которых ваш дом открыл? Ну, их много. Если мы говорим про нонконформистов, я помню, когда это все началось, мне принесли работу Василия Сидникова. Он был в силу обстоятельств абсолютно забыт. Я тогда поставила за две тысячи и думала, что никогда никто никогда в жизни ее не купит. Тогда не было ни монографии, ни выставки в Москве. А, по-моему, последний рекорд на Сидникова до крейса был 700 тысяч долларов. У нас вообще тогда были потрясающие, в принципе, цены на Рабина, на Силкова, на Свешникова. Практически, я думаю, все рекорды у нас на эти имена были тогда, потому что мы очень плотно работали с русскими коллекционерами. И как бы поскольку мы входим в какой-то сегмент первыми, это дает нам некое преимущество конкурентное на какой-то срок, пока подтягиваются или не подтягиваются наши конкуренты. Очень много мы продавали и открыли графиков тридцатых годов, питерских графиков. Вообще, с питерским авангард пробовали ставить мы. Другое дело, что их очень трудно продавать. Но, тем не менее, мы экспериментировали с питерским авангардом точно так же, как сейчас мы экспериментируем с советскими классиками, академиками. То есть это, собственно, не эксперимент, потому что понятно, что это крупнейшие русские мастера. Но просто на рынке их сегодня нет, а если есть, они там стоят пять-десять тысяч. Я думаю, что очень скоро эта ситуация в корне изменится, и они подрастут на ноли. В одном из своих интервью вы сказали, что первый акцион прошел неудачно. Почему вы решили продолжить, и что вам придало уверенность, что это просто первый раз не получилось? Очень было обидно, потому что нам казалось, мы сделали все правильно. А не получилось. Хотелось доказать людям, что мы по-прежнему уверены, что мы делаем все правильно. Я тогда еще в каких-то интервью говорила, что по американской статистике известно, что если человек, когда его насилуют, сопротивляется, он гораздо быстрее возвращается в норму и заживает, чем люди, которые не сопротивляются. Потому что люди, которые сопротивляются, они психологически знают, что они сделали все правильно, все, что могли, и заживают. Ну просто, знаете, вот так сложилось. А люди, которые не сопротивляются, они потом себя корят, что не могли бы, но не сделали. Поэтому в моей ситуации я должна была сопротивляться, иначе, наверное, было очень трудно пережить такой жизненный опыт. А поскольку мы сопротивлялись, то уже сейчас кажется, что это было настолько давно, вот эти вот первые года. И потом, знаете, нас всегда поддерживали очень хорошие люди. Многие люди с тех пор стали друзьями. То есть вот я сейчас оглядываясь на сонку, думаю, почему, собственно, люди доверяли свои вещи, картины, нам, так сказать, без истории, без имени, без всего. И просто люди верили и поддерживали, это тоже, в общем, сейчас я понимаю, что это очень дорогого стоит, то, что вот в нашем мире, где, в общем-то, все мы стали усталыми и унадушными, но я переживаю прежде всего про себя, ни в коем случае не про вас. То, что люди поддерживали, я даже удивляюсь, насколько с энтузиазмом, там, первые эти торги, там, Офа Гилбера, Саша Шлепянов, там, не знаю, Георгий Хацинков, то есть были люди, которые рисковали, там, своими деньгами, картинами. Это были ваши друзья или вы познакомились с ними в то время? И так, и так, кто-то, кого-то мы знали уже просто, мы уже коллекционировали с мужем живопись, кого-то мы знали уже просто, как коллекционеры, а кому-то просто, там, знакомые знакомых приходили, говорили, рассказывали, как это должно быть. Вот, наивно полагая, что так должно быть, и, в общем, люди отзывались, это было забавно. Отель про третий Оксун, я помню, я его очень люблю, потому что это была просто сказочная история, как мне прислали из Америки работы. И попросили оценить. И я открыла письмо женщине, которая мне прислала имейл, и я не узнала ни одной, ну, то есть не просто фамилию художника, я просто не узнала ни одной фамилии. Таких фамилий просто не было. И, значит, она писала о том, что вот ей все отказываются помочь, может быть, мы поможем, потому что она наследится дягилевского танцора Теодора Козлова. И я уже, а какие-то художники, там, Льбив, там, или Кровин, то есть, ну, не было таких художников никогда. Но меня поразило одно несоответствие. Я подумала, что, ну, допустим, мне написал абсолютно ненормальный человек и выдумал все имена. Но выдумал все имена художников, почему он написал, что является наследником Теодора Козлова, то есть абсолютно реального, но малоизвестного дягилевского. Фёдор Козлов был такой дягилевский танцор. И меня поразило, что, ну, ну, как же так? Человек не мог выдумать художников, но выдумал действительно реального и довольно малоизвестного дягилевского артиста. И я все-таки не поленилась и все-таки щелкнула на приложение. И когда у меня на экране выскочила коровинская гитаристка, как бы я уже на следующий день летела в Л.А. Это была очень смешная долгая история. Он сам построил этот, он был звездой немого кино. Теодор Козлов построил фантастический дом, мы там встречались с привидениями. Ну, это была долгая история, но, в общем, это была первая достаточно серьёзная коллекция. Её купили очень серьёзные люди. То есть это вот такая первая история, которая, наверное, легла в основу последующих каких-то хороших результатов. Как вы развивали вот это художественное чутьё, коммерческое чутьё, которое позволяет вам на плаву быть? Ну, во-первых, у меня в семье, я коллекционер четвёртого поколения. То есть я выросла с живопищей. В общем, это для меня было не чуждо. Во-вторых, конечно, помог опыт коллекционирования здесь. Потому что когда мы приехали, я приехала в Лондон, и мы стали покупать русскую живопись здесь. Потому что тогда нам в начале девяностых это было недорого. Любой служащий, в общем, мог себе позволить и Тюрепина, и Нестерова, и многое другое. Тогда это всё были копейки. Вот. Ну и кроме того, я думаю, очень многое приходит с опытом. Я работаю с чудесными экспертами, с очень знающими людьми. И, конечно, за больше, чем 10 лет всё-таки что-то как бы передалось. У нас немножко другая как бы структура, в отличие от наших конкурентов. У нас ценообразованием занимаются одни люди, а не как бы маркетологи. А подтверждением авторства, искусствоведческой деятельностью другие. У нас это разведено, в отличие от наших коллег. И это как бы позволяет, с одной стороны, иметь мобильных людей, которые понимают рынок. А с другой стороны, работать, знаете, с пожилыми искусствоведами, с колоссальным накопленным опытом. Но которым не надо, в свою очередь, бегать по рынку и делать предложения по ценам, обсуждать условия продаж и так далее. Что для этого нужно, чтобы потом быть популярным, через 50-60 лет? Ему нужно больше участвовать в выставках. Гением надо быть, Виктория. Такой пример есть. Гелий Коржев. Сегодня Гелий Коржев практически не присутствует на рынке. Его нет на аукционах. Он практически не продавал свою работу, особенно рынке. Помяните мое слово. Может быть, через год, может быть, через два он будет стоить миллион, когда он выйдет. Вы понимаете, мне кажется, быть художником – это очень неблагодарное занятие. И просто если ты занимаешься своим делом и получаешь… То есть, мне кажется, важно в жизни очень четко целеполагание. То есть, если ты хочешь решить, говоришь себе «так, я хочу быть коммерческим художником», тогда ты ведешь себя как Никас Сафронов, грубо говоря. Или Зураб Церетели. Если ты ставишь себе цель «я хочу быть хорошим художником» – это немножко другое. То есть, тут хорошо, если придет известность. Но это необязательные условия для хорошего художника, к сожалению. Какие шаги, я не знаю. Дело в том, что в России же не покупают современное искусство. В России еще не пережили, как бы, те голодные времена. И если покупают, то обязательно хотят бренд. Ну, если это не какой-то друг знакомый, которого покупают просто из чисто человеческих. Вот нет такого, чтобы человек пришел в галерею и купил какого-то современного художника. Такого в России нет, как везде есть, на Западе. Вот. Поэтому богатые люди вешают у себя бренды, статус. Узнаваемые, большие подписи, большие масла. Если вешают, по-моему, даже таких уже осталось не очень. Поэтому современным художникам очень тяжело в России. Это тяжелейшая история во всем бывшем Советском Союзе. Россия тут не исключение. Академическая школа существует сейчас только в России. Это потрясающе, но нигде в мире больше академической школы нет. Везде в мире больше никто не умеет рисовать. Но умение рисовать – это не необходимые условия для того, чтобы зарабатывать миллионы. Мир уже, да и вообще умение рисовать, даже не профессионально. Понимаете? Другие механизмы включены в современном мире. Поэтому академическая школа, умение рисовать – это сейчас все как бы устаревшее. Я не говорю, что это правильно. Я не говорю, что это не поменяется. Я говорю, что на сегодняшний день это некие условия и критерии, которые определяют популярность и цену. А что нужно? Нужно умение себя продавать. Это очень… Нужно быть в правильной тусовке. Ну, много нужно. Вы сами все, Виктория, при желании можете перечислить, что надо. Ну, в любом случае, я не помню этого автора, эта женщина. Ее кровать, по-моему, была… Эми Трейс Эмин. Да. Как вы относитесь к таким проявлениям? Да никак не отношусь. Ну, что вы думаете по этому? Ну, я лично считаю, что это не искусство. Но там такие вещи нельзя… В этом нельзя признаваться. Потому что это, как бы, одна из ведущих, очень дорогих, современных художниц. И так далее. Ну, даже, наверное, тебя сочтут очень глупым человеком, если ты начнешь признаваться в том, что современное искусство – это немножко из разряда сказки про голого короля. Ну, тут это мое волнение не… Я не занимаюсь этим, поэтому, видимо, у меня есть роскошь об этом говорить. Наверное, если бы я занималась этим, может быть, я бы прониклась до такой степени, что у меня бы поменялось абсолютно мировоззрение. Я бы считала, что это абсолютно гениально. Мне сложно судить. Я этим не занимаюсь, я этого не понимаю. Катерина, вот вы, так сказать, варитесь в русском искусстве. Скажите, что вы поняли о русском менталитете? Вас окружает красота, которая создавалась вот в течение двух-трех столетий. И что-нибудь, может быть, вы новое открыли о русской душе, о русском мире, о русском человеке? Ой, Виктория. Моя няня моего сына, англичанка, тут сказала… Между прочим, мы говорили об его успехах в школе, и она отказала. Но вы же понимаете, что мотивация определяется самооценкой. И я удивилась, насколько точно она сформулировала, наверное, самую большую проблему России. Потому что в России принято себя не любить, и поэтому, наверное, страдает мотивация. А для того, чтобы преуспеть в этом внешнем земном мире, безусловно, мотивация должна быть колоссальная. А значит, и колоссальной должна быть самооценка. Вот, наверное, вот с этой точки зрения я и как бы рассматриваю на сегодняшний день русскую культуру. Мне кажется, что в России, российская, славянская среда, духовность, культура рождает поразительное явление. Но эти явления очень редко перерастают за границы национального самосознания. То есть вот нету мотивации выхода, если не считать конца 19-го, начала 20-го века. Тогда такая мотивация была. Поэтому, собственно, тогда мы и получили и Толстого, и Достоевского, и Булгакова, и Малевича, и Шагала. Вот это был, пожалуй, единственный момент в истории, когда была мотивация такая космическая. А потом, к сожалению, она исчезла, потому что, видимо, очень сильно упала самооценка в условиях, так сказать, сначала крепостного права, а потом советской действительности. И, к сожалению, мне кажется, воспитание, опять же, сейчас не преобладает. И не только в воспитании, а как бы в отношениях людей между собой нету вот такой попытки друг друга поддержать, похвалить, подтолкнуть. Вот этой вот очень четкой и сильно присутствующей в западных культурах, да, вот этой вот какой-то вот поддержки. Я не знаю, понятно ли я объясняю. Вы имеете в виду солидарности? Нет, я имею в виду, что очень мало люди хвалят друг друга в России, они все время ругают. И себя бичуют, и вокруг все ругают, и из-за этого самооценка страдает. Вот так я сказала. Какое качество в себе вы считаете искренне русским? И, может быть, даже гордитесь? Я считаю истинно русским это умение любить, но я им не горжусь. Потому что мне кажется, что только русские женщины способны так предаваться чувству, которые не являются ничем, кроме как отвлечением от каких-то более важных бизнес-целей в жизни. Ну, возьмите Екатерину Великую. Ее же не отвлекали. И княжну Тараканову. Вот вам, пожалуйста, два примера. Княжна Тараканова была русская, а Екатерина Великая была немкой. Поэтому Екатерина Великая построила великую державу. А княжна Тараканова сгорела в плаве собственной великой любви к гражданину Орлова. Мы воспитаны в культуре, где женщинам пребывают, на мой взгляд, абсолютно не те качества, которые в 21 веке должны люди в себе воспитывать, мне кажется. То есть, может быть, сейчас этого не происходит. Я уже говорю как бы со своей колокольной. Но вся русская литература там от Тургенева, не знаю, Бунина, Набокова даже. То есть о любви, жертвенности, красоте чувств. Мне кажется, с тех пор мир очень поменялся. И по-другому должны строиться отношения с миром. Но это мое личное ощущение. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...